МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Честная конкуренция. Глава Чувашии обсудил с представителями политических партий предстоящую выборную кампанию. Движение, жизнь, дети с ограниченными возможностями здоровья теперь могут заниматься спортивным туризмом. Уникальный товар России. Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала Чувашскую вышивку наряду с другими российскими символами. Уже месяц прошел с момента инцидента в Новой Москве, вызвавшего большой общественный резонанс. Уроженка Чувашии пыталась убить своих троих детей. Вывезла их ночью в лесополосу и оставила на морозе. Очевидец позвонил в полицию, после чего пострадавших доставили в больницу с различной степенью обморожения. Сейчас дети находятся в Чебоксарах. На сегодняшний день дети проживают на территории города Чебоксары. Они проживают в семье близкого родственника мамы. Все условия для проживания созданы. Оформлена временная опека. Разными ведомственными мы вместе стараемся оказать всестороннюю помощь в данной семье. Посоветовавшись с врачами нашей республики, мы приняли решение двух братьев временно поместить в больницу, для того, чтобы они прошли обследование и реабилитацию. Настроения детей на сегодняшний день хорошие. Они идут на контакт. Никакой угрозы жизни и здоровья ребенка на сегодняшний день нет. Мать троих детей до сих пор находится в больнице в Москве. На нее завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ей грозит до 20 лет колонии. Женщине предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Если ее признают невменяемой, то приговором может стать принудительное лечение. В этом году осенью в стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы. В Чувашии предстоит сформировать и новый состав Госсовета. Старт предвыборной кампании дадут во второй половине июня. Глава Чувашии Олег Николаев встретился с представителями политических партий. По последним данным, сейчас в Чувашии зарегистрировано 23 региональных отделения политических партий. Все они работают. Кто весьма активно, кто не очень. Олег Николаев напомнил, что реализация комплексной стратегии развития региона во многом зависит от будущих депутатов местного парламента и российского. Предвыборная кампания ожидается непростой. Главное обращение к вам, чтобы мы в рамках этих больших политических событий с вами придерживались таких принципов, которые бы лежали в плоскости такой здравой конкуренции. Чтобы мы с вами привели все мероприятия таким образом, чтобы потом мы ежедневно могли друг друга смотреть в глаза. Честно сказать, что мы выработали или через дискуссию предлагали максимально эффективные направления деятельности. Ну а мы, органы государственной власти, органы муниципальной власти, как и положено по законодательству, постараемся обеспечить максимально комфортные условия для того, чтобы все права ваши были реализованы. В этом году в законы о выборах федеральные и местные будут внесены изменения. Ожидается, что голосование также пройдет в три дня. Большинство ограничительных мер, скорее всего, сохранятся. Поэтому по-прежнему актуальны средства индивидуальной защиты. Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Александр Цветков рекомендовал всем участникам выборной кампании вакцинироваться. Сам процесс выборов будет максимально цифровизирован. Это веление времени. Партии, которые должны будут собирать подписи в свою поддержку при выдвижении, а также кандидаты самовыдвиженцы, они смогут собирать подписи. В проекте закон это уже есть. Используя единый портал госуслуг, до 50% подписей можно будет собрать именно через портал госуслуг. Будут использоваться современные технические средства подсчета бюллетеней. 132 КАИБа установят на избирательных участках Чебоксар. Сканировать подписные листы, чтобы исключить подделки подписей, будет специальная программа искусственного интеллекта. Все избирательные участки обеспечат видеонаблюдением. Дискуссия возникла по поводу трехдневного голосования. Сомнения по поводу достоверности результатов по-прежнему есть. В части прозрачности, открытости мы, безусловно, поддерживаем все вот те новеллы, которые предлагаются. Но вот трехдневные голосования, понимая, что это уровень федерального законодателя, и, безусловно, от нас ничего не зависит, но КПРФ всегда выступала против этого. Но, понимая, что трехдневное голосование будет принято, будем отрабатывать и стараться закрывать все участки. Самое страшное, я считаю, здесь, это информационное необеспечение. Вот то, что вы сейчас сегодня говорили, Александр Иванович, если вы об этом не будете говорить открыто, и не раз, и не только вы, и на уровне республиканской власти, что у нас будут эти камеры, у нас будет наблюдатель, у нас это будет, то, естественно, доверие избирателей к трехдневным дням будет совсем другое. Дискуссия по трехдневному голосованию, мне кажется, интересная, но я думаю, что именно для представителей небольших, малых партий это большая возможность привлечь своих сторонников на избирательные участки. Поэтому, вот, представляя самую, наверное, крупную системную партию, хочу сказать, что мы заинтересованы в открытых, честных выборах. Прозрачность и достоверность выборов будут также гарантировать наблюдатели. Их подготовку скоро начнет штаб общественного наблюдения. Участники встречи возлагают большие надежды на современные технологии, которые позволят сделать выборы максимально открытыми. Татьяна Молоков, Андрей Шоклев, Республика. Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской республике подвело итоги деятельности за 2020 год. Цифры и факты в нашем материале. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, налоговые органы республики обеспечили положительную динамику поступления средств во все уровни бюджета. Всего нами было мобилизовано порядка 86 миллиардов рублей. Это на 2 миллиарда рублей больше, чем это было по итогам 2019 года. Из них в федеральный бюджет мы собрали порядка 21 миллиарда рублей. Прирост налогов составил 5%. В консолидированный бюджет Чувашской республики было собрано порядка 35 миллиардов рублей. Здесь мы вышли с приростом на 4%. Поступление страховых взносов по итогам 2020 года у нас составило порядка 30 миллиардов рублей. Из года в год идет снижение выездных налоговых проверок, уменьшается количество должников. Все это происходит в первую очередь благодаря повышению финансовой грамотности налогоплательщиков. При оценке качества оказания услуг 99,7% жителей отметили положительную работу ведомства. Задача будущего года не снижать планку и обеспечить поступление доходов во все уровни бюджета. Ну и конечно не допускать роста задолженности. В выборе профессии не сомневалась и нашла в ней призвание. Процедурная медсестра Алифтина Петрушова работает уже полвека в Урнарской районной больнице. В детстве Алифтина, как и многие дети, часто болела простудными заболеваниями. Ее маме приходилось вызывать на дом фельдшера из соседней деревни. Та приходила в любую погоду. Назначенное лечение быстро поднимала девочку на ноги. Еще тогда Алифтина удивлялась искусство врачевать. И твердо для себя решила, она тоже будет помогать людям. В 68-м году поехала учиться в Канашном медицинском училище. И закончила фельдшерское отделение, закончила в 71-м году. И работаю в деревне, работала в фельдшерском пункте два года. В 73-м году здесь хирургия начала работать. Дома не хочется сидеть, продолжаю работать. На пенсии вышла, все равно хочется работать. Чтобы лечить больных, чтобы им хорошо было. Мне очень нравится своя работа. Я люблю свою работу. От души поздравляю. От нашего коллега. Спасибо. Поздравления от коллег, а потом обычный рабочий день. Ведь у болезни не бывает праздников и выходных. Ее называют главной помощницей докторов. И уже не представляют, как без нее может существовать хирургическое отделение. Когда я начала работать старшей медицинской сестрой, она мне постоянно подсказывала, показывала, учила. На нее смотришь, хочется работать. Она такая, по ней не скажешь, что ей 70 лет. Она такая быстрая, шустрая, добрая. Доброта, тепло и милосердие. Пациенты чутко на это реагируют. У Валентины Васильевны, конечно, это руки, они у нее золотые. Даже не чувствуешь, когда она капельницу ставит. Очень даже приятно нам самим тоже. Я каждый год лежу два раза положено до хирургической отделения. Сегодня поступила я сюда, положили. Ну, здесь все сестры, санитарки, врачи, все хорошие они. Вот Алевтина Васильевна, она быстро найдет систему, куда поставит. Она продолжала работать и в условиях пандемии. Сама переболела ковидом. Но уходить с работы не собирается. Ее опыт очень востребован. Она сделала профессию важной частью своей жизни. Екатерина Шиверова, Александр Отяков, Республика. Сегодня в Ледовом дворце Чебоксары-Арена состоялось расширенное заседание коллегии Министерства спорта Республики, где подвели итоги работы за прошлый год и обозначили планы на 2021. Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, в 2020 году в спортивной сфере удалось реализовать немало проектов. Пусть и несколько в другом формате, но продолжились тренировки спортсменов-профессионалов, тех, кто представляет республику и страну на всероссийских и международных состязаниях. С ограничениями, но все же работали кружки и секции. В течение года шла реконструкция школьных стадионов и спортивных площадок, их оснащение современным оборудованием. К 2024 году у нас все с вами школы в республике обязательно должны иметь свои школьные клубы. Сегодня таких школ у нас из 400 – 120. Сейчас при уточнении бюджета около 2 миллиардов рублей направляется на модернизацию объектов образования. То есть совершенно очевидно, что сложно выполнить этот показатель по школьным клубам спортивным, если не будет создана при школах соответствующая инфраструктура. Реконструкция крупных спортивных объектов идет по плану, но есть и дополнительные адреса. Нам удалось добиться реконструкции с 2021 года значимого для чебоксарцев крупнейшего спортивного объекта – стадиона «Волга», вопрос по которому решался в течение 7 лет. Чувашия стала единственным в России регионом, которому выделены дополнительные средства на реконструкцию, не предусмотренного ранее федеральным бюджетом спортивного сооружения. Уверен, что через три года Чувашия-стадион станет местом проведения крупнейших международных и российских соревнований. Уже известно, что 8 спортсменов из республики стали кандидатами в сборную страны. Они готовятся к Олимпийским играм, которые пройдут летом в Японии. 32-е Олимпийские игры будут проходить 1-23 июля по 8 августа в городе Токио. Спортсмены Чувашской республики планируют соучаствовать в таких видах спорта, как спортивная борьба, тяжелая атлетика, легкая атлетика, спортивная гимнастика. Задача на этот год – больше развивать водные виды спорта, а также уделять особое внимание привлечению людей старшего возраста к физической культуре. Ольга Семенова, Маргарита Мельникова, Юрий Марков, Республика. Спортивный туризм доступен всем. Им увлекаются более 10 тысяч жителей республики. В этом направлении в 15 муниципалитетах работают 20 центров. Дети с ограниченными возможностями здоровья по зрению – не исключение. После мастер-класса по этому виду спорта они готовы идти дальше и покорять вершины. – Вода. – Вода. – Угу. И что может пригодиться? – Да. – Водка. – Вокзаки. 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 – Вокзаки тоже. Эти ребята плохо видят, но несмотря на ограничения, быстро и уверенно проходят все испытания. Каждая из трех станций построена таким образом, чтобы ученики приобрели полезные навыки и уверенно чувствовали себя в любом походе. – По-больше, по-больше, по-больше у нас получается вот такой вот огромный костер. Мы его поджигаем и у нас получается гигантская плава, которая может за две минуты вскипятить вот такой вот котел. Я много всего нового узнал. Узнал, как делать палатки, какие вещи с собой брать. Также узнал, как цеплять карабины, образные, получается, веревки. И как вообще надевать страховку и упаковывать свои вещи. Я думаю, мне это жизни пригодится, потому что я в любой момент могу пойти в поход. И как раз все, чему я тут научился на мастер-классе, я смогу это применить. Проект «Я выбираю спортивный туризм» в республике работает третий год. Он стал победителем фонда грантов президента страны. За это время были организованы десятки мастер-классов, походы, соревнования и даже сдача нормативов ГТО. Наша цель, чтобы в будущем эти дети могли сформироваться в такие туристские группы и сходить в походы. А также наша одна из целей – это участие слабовидящих детей в всероссийских соревнованиях по спорту слепых по виду программы «Спортивный туризм». Сертификаты и значки о прохождении мастер-класса – только начало пути. Впереди ребят ждет фестиваль спортивного туризма. Он пройдет в июне этого года. Ольга Алексеева, Юрий Стифонов, Республика. Сегодня в Перми открылись десятые всероссийские зимние сельские игры. Сборную Чувашии представят 17 спортсменов-любителей из пяти районов республики. У сельских игр уже сложился свой формат. Помимо чисто спортивных дисциплин, лыжной гонки, палеотлон, шахматы и шашки, здесь присутствуют и соревнования механизаторов и дояров, так называемые троеборьи. Особый статус определен и для спортивных семей. Это будет отдельная номинация. Семья Никифоровых из Янтиковского района участвует в зимних спортивных играх уже четвертый раз. За прошлым году они стали победителями. Любой человек, наверное, перед большими соревнованиями волнуется. Но волнение оно как? Если ты готов, если ты уже готовился, но, наверное, волнения чуть другие. Если ты не готов, я тоже другой. Ну, мы чуть-чуть как бы подготовились к этим соревнованиям. Будем надеяться, что хорошо выступаем. Министр спорта Василий Петров пожелал всем участникам удачи и высоких спортивных результатов. Мы вечно вместе в Фонд Национальной Библиотеки Республики поступила новая книга. Ее авторы – наши земляки, ныне живущие в Санкт-Петербурге. Народная мудрость гласит, кто не знает, не помнит свою историю, своих предков не имеет будущего. Именно этим руководствовались Виталий Золотов и Валериан Гаврилов. Авторы новой книги давно уже живут в Санкт-Петербурге, но не потеряли связи с республикой. Чувашские общества во всей России и за границей развиваются, занимаются, много работы проводят, но, к сожалению, подводят итоги и не показывают, чем они занимаются. Нам всегда говорили, вот нету, у Чувашей книги не выпустили. Вот поэтому, выполняя этот наказ, мы выпустили и сдали книгу. Называется «Мы в вечном месте». По словам Валериана Гаврилова, инициатива написания такой книги принадлежит председателю Совета старейшин Виталию Золотову. Она состоит из трех частей, в каждой – свои временные рубежи. Первая рассказывается о наших уроженцах, составивших славу российского государства. Во второй представлена 95-летняя история чувашского землячества в Ленинграде. Третья – о нашем времени. Конечно, мы начали из самых великих, знаменитых чувашей, независимо от какого года. Это Егоров, Петр Егорович Зотчий, это Крылов Алексей Николаевич, это Кокель, это Бичурин, это Яковлев, который встречался в Санкт-Петербурге с императором. Вот они создали общество в 1925 году, а мы нашли в архивных документах в 1927 году отчет о работе этого чувашского общества. С этого архива и началась кропотливая и долгая работа. Издание получилось насыщенным, наполненным интересными фактами и событиями из жизни чувашского землячества. Авторы книги отмечают, что книга будет памятником удивительно талантливым, мудрым и порядочным сынам родной Чуваши. О них забыть мы не можем. Наталья Мальчикова, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика. Есентуки, тульский пряник, башкирский мед, хохломан. Теперь в списке уникальных товаров России есть и чувашская вышивка. Фирма художественных промыслов Пахатерия обратилась с заявлением Федеральную службу по интеллектуальной собственности. Роспатент уже зарегистрировал обозначение чувашская вышивка как место происхождения товара. Теперь изделием, выполненным в соответствии с традициями, предоставляется исключительное право на такое наименование. Напомним, что вышивание – одно из наиболее старинных и традиционных видов народного декоративного искусства. Чувашская вышивка имеет свои особенности. Различные орнаменты можно читать как книгу, в каждом заложен свой смысл. Это главные новости Чувашии к этому часу. Далее полезная информация. Я с вами прощаюсь. До завтра. Большой брашик. Он, как вы видите, объект. У него невыраженные боковые гребни, поэтому делаем крупным этот бугор. Вооружившись микроскопом, доктор видит все, что без применения оптики было бы невозможно. В лечении зубов даже мелочи могут повлиять на конечный результат. В клинике Дентомед знают, что здоровые зубы – это гарантия качества всей жизни. В кадрах под десятикратным увеличением реставрация жевательной группы зубов, и это уже третий курс автора. В лечении микроскопа позволяет увеличить размер зуба, либо любой ткани, с которой мы работаем, в десятки раз и видеть на микроуровне ту ткань, которую мы обрабатываем, и ту ткань, которой мы клеимся. Это позволяет сделать герметичность реставрации, очистку тканей намного лучше, чем это делается без увеличения. Работая под увеличением от двух с половиной до двадцати пяти раз, доктор может выполнить все виды работ, связанных с реставрацией и с лечением. Сегодня использование оптики – современный стоматологический тренд. Отработка мануальных навыков на фантомных моделях, которые имитируют естественные зубы и композитный материал, который как раз-таки применяется в полости рта для художественной реставрации. И применение красителей и тех элементов, которые дают нашим реставрациям живой эффект и копируют собственные ткани зуба. Для отработки профессиональных навыков специальные микроскопы предоставила компания «Зумакс», которая специализируется на выпуске высокоэффективной оптики для стоматологов всей страны. Сейчас основной стоматологии – это эстетика. И пациенты, которые приходят в стоматологические клиники, хотят не только вылечить кариес, но они хотят быть красивыми, потому что красивый пациент, красивый человек, он сразу успешный становится. И чтобы сделать качественную, успешную работу, нужно обязательно использовать оптику. Учебный центр клиники «Дентомед» очень востребован не только среди специалистов столичных клиник, но и районных центров, а также и ближайших городов. Так как мы являемся глинической базой для нашего стоматологического факультета, Чувашьего государственного университета, а также для института усовершенствования врачей, мы здесь проводим бесплатную учебу для студентов, для ординаторов, которые не могут получить процессы обучения мануальных навыков. Повышается персональный уровень наших стоматологов, чему мы очень рады. Для того и мы построили этот учебный центр. Врачам не надо отрываться от работы, не надо отрываться от семьи. Они здесь, на месте, получают образование. «Дентомед» – это высокий уровень обслуживания пациентов. Престижная компания, которая проявляет заботу и любовь как к пациентам, так и сотрудникам, предоставляя возможность профессионального роста. Продолжение следует...